Автогигант Впечатлений масса. В день защиты детей для них свои двери распахнул КАМАЗ. Сейчас самое главное это оперативности акции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В генеральной дирекции КАМАЗа состоялось выездное заседание этого комитета. Делегация прибыла в набережные Челны, чтобы обсудить тему развития в стране автомобилестроения и производства автокомпонентов. О том, каким выводом по дальнейшему развитию отрасли пришли парламентарии и производственники, расскажем в нашем первом сюжете. Чтобы говорить о перспективах развития, сначала нужно узнать, как обстоят дела на местах. Перед началом заседания представители комитета Совета Федерации по экономической политике посетили на автомобильном заводе КАМАЗа конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер. На сегодняшний день мы говорим К3, это К5. Но К3 с двигателем Евро-5 допускается более 50% сегодня. Текущая ситуация в автомобильной отрасли страны складывается таким образом, что локализацию отечественного производства необходимо оперативно усилить. В ней заинтересованы не только на предприятиях, но и власть. Мы понимаем, что если мы правильно сделаем сейчас всю нормативную базу, мы в принципе выйдем к 100% поднимемся. Поэтому нету никаких вот таких серьезных барьеров на сегодняшний момент, которые мы бы сами не могли решить. Тем более здесь полный цикл сделан на КАМАЗе. Приятно видеть, что все равно шли руководства КАМАЗа с долгосрочной перспективой на стопроцентный цикл. Для ускорения процесса импортозамещения, или, как теперь принято говорить, технологического суверенитета, производственниками постоянно вносятся множественные предложения, которые рассматриваются на законодательном уровне. Одним из ключевых вопросов стабилизации производства является логистика. С введенными санкциями предприятиям пришлось поменять практически все маршруты и увеличить грузопоток на азиатском направлении. Обращаемся в правительство, в соответствующие министерства и ведомства с призывом об увеличении пропускной способности действующих переходов на китайском, южно-азиатском направлении по строительству и модернизации новой и существующей портовой дорожной инфраструктуры. Просим договориться на правительственном уровне о увеличении транзитных перевозок российских грузов через территории сопредельных государств. С введением западных санкций в каждом сегменте рынка автопроизводителей в России произошел спад. Комитет по экономической политике в связке с Минпромторгом сегодня ищет подходы к созданию независимой и санкционно устойчивой промышленности. По словам Андрея Кутепова, в стране для этого есть все необходимое – мотивация, компетенции и производственные мощности. Задача – это ревизия, восстановление и возврат бесперебойной стабильной деятельности. Автопроизводителям по индивидуальным планам переходить на российские аналоги на основе реализации новых проектов по импортозамещению. Отдельный вопрос – это обеспечение запчастями, комплектующим для выполнения обязательств по гарантийному и сервисному обслуживанию. Что касается экспортных рынков, на заседании отметили, что несмотря на разрывы международных логистических цепочках, должна ставиться задача по сохранению присутствия за рубежом. В стране колоссальный потенциал, который необходимо реализовать. Все, что производится у нас, должно иметь выход на внешний рынок. В завершении встречи сенатор подчеркнул, что проведение системных преобразований в экономике – процесс небыстрый. Это стратегическое направление потребует плотной совместной работы на ближайшие годы. На команде побывали заместители министров и руководители муниципальных районов республики. Но целях визита вовсе не инспекция, а обучение. Все они участники образовательной программы «Лидеры Татарстана». Учеба инициирована аппаратом главы республики и нацелена на совершенствование принципа «Бережливое производство». У глав муниципальных районов этот проект вызвал колоссальный интерес. Первой точкой обучения для участников стал «Автогигант». «Бережливое производство» на КамАЗе – это не просто подправить какие-то производственные процессы и навести порядок. Это целая структура управления. Здесь, на фабрике процессов, в обязательном порядке проходят обучения камазовские руководители. На примере сборки турбокомпрессора, грузовика из «Лего», на тренинге по механической обработке менеджеры узнают, как эффективно наладить работу участка, цеха, завода и всего предприятия. Нам надо показать для менеджмента, как правильно организовать процесс производства. Не рабочие это будут организовывать, а менеджеры, которые будут там работать. Понятно, что у каждого есть человека и работают некоторые с условием сохранения внутренней энергии. Но для предприятия необходимо, чтобы эта энергия была 80% использована. И как можно больше выхлопа было от его работы. Такой же принцип действует и для любой другой сферы деятельности. Программа «Лидеры Татарстана» впервые проводится в республике для руководителей исполкомов, заместителей министров и замов глав муниципальных районов. На самом деле у КАМАЗа много чему есть учиться. Не только фабрика процессов, но и как построен менеджмент, само современное производство. Мы достаточно много в таком формате передачи опыта, когда нам рассказывают и показывают. Да, мы общаемся с предприятиями республики. И вот для нас КАМАЗ некий ориентир сейчас для этих практик, чтобы мы могли внедрять это и в органах исполнительной власти. Кроме фабрики процессов, гостям показали и работу завода двигателей. Особое впечатление произвел учебно-технологический центр. Здесь вся операция изложена по шагам прямо. Каждый шаг в виде вот такого визуального дополнения расписанного. Увидеть и услышать, как организована управленческая работа на одном из самых крупных предприятий Европы, было полезным всем участникам образовательной программы. Даже тем, чей род деятельности очень далек от промышленности. Управленческая структура и завод процессов, на самом деле, это очень нужная вещь. И нужная вещь в любой сфере деятельности, мне кажется. Потому что любой руководитель, любой управленец должен знать детали и каждый сегмент процесса, который происходит под его руководством, которым ему нужно управлять. Лидеры Татарстана – продолжительная программа, рассчитанная на полгода. Участников ждут не только экскурсии по современным технологиям управления, но и разработка реальных проектов, которые будут применять в муниципальных районах. КАМАЗ стал первой точкой образовательной программы. Ну а после участники отправились в Елабугу и другие города республики. Ксения Чернильцева, Роман Гейтман, Вести КАМАЗа. Не хотят сидеть на месте, а активно интересуются жизнью компании. Совет ветеранов автогиганта провел первое в этом году выездное заседание. Оно состоялось на литейном заводе. Здесь не только обсудили насущные вопросы, но и увидели изменения, произошедшие на предприятии в последние годы. Два десятка председателей Советов ветеранов заводов и подразделений КАМАЗа первым делом познакомились с тем, как сейчас работает литейный завод. В цехе чугунного литья им показали, как и какие отливки сегодня делает литейка. Приехавшие ветераны либо вовсе никогда не были на этом производстве, либо посещали его очень давно. По их словам, изменения более чем очевидны. Сегодня, конечно, у вас и культура производится намного, намного, намного по сравнению с теми годами. Выше, лучше и воздух чище. Без этого мы никуда не денемся. Если мы хотим идти вперед, то мы должны оборудование менять, делать новые технологии. В противном случае мы будем там, где-то сзади. А надо идти вперед. Чтобы быть поближе к производству, совет ветеранов взял за правило собираться не только в своем офисе. Они посещают все без исключения предприятия. В конце прошлого года такая выездная встреча прошла на заводе двигателей. Каждому, кто проработал в компании по 40 и даже по 50 лет, очень интересно, что, где и как изменилось. Во-первых, я думаю, быть в тренде всегда полезно, значит, это в любой ситуации. Но за последние годы такие большие изменения произошли, что даже те, кто работал на конкретном производстве, приходят сюда вновь, там, через 10 лет. И многие не узнают того, что тут было, тех изменений, которые произошли. Главная задача таких выездных конференций – обмен опытом по организации работы с ветеранами. Это касается как конкретного предприятия, так и всей компании. Не забывают и о достижениях самих ветеранов. Заместитель главного инженера литейного завода по развитию Владимир Гагунов отметил труды старшего поколения полвека назад. Этим наследием успешно пользуются до сих пор. Грамотно спроектировано это все было. Ну вот, 50 лет работаем и дальше будем продолжать работать. Наша задача – сделать производство или модернизировать производство так, чтобы еще ближайшие минимум 50 лет производство работало. И также говорили о том, что мы не ошиблись в том, что мы выбираем, в том, что мы делаем. Прошедшее выездное заседание Совета ветеранов стало первым в этом году. Следующий на очереди – кузнечный завод. Константин Величко, Роман Гейтман, Вести КамАЗа. В день защиты детей на многих заводах автогиганта прошел день открытых дверей. Приглашения получили дети сотрудников предприятий. Ребятам приготовили познавательные фильмы, викторины, подарки и экскурсии на производство. А что увидели маленькие челницы там, где работают их родители? Об этом расскажут наши корреспонденты, которые подготовили сюжет о детском празднике на КамАЗе. 1 июня завод двигателей посетили более 70 детей работников предприятия. Прежде чем познакомиться с производством, каждый ребенок получил подарки – книжки и магниты. А в актовом зале «Прогресс» для них показали небольшие фильмы о том, что такое автогигант и грузовик КамАЗ. КамАЗ заботится о моем комфорте. Это важно для меня. Всех детей сопровождали мамы и папы, которые трудятся именно здесь. Заместитель директора завода двигателей по персоналу Владимир Вистюнин выразил надежду, что в будущем дети дизелистов придут на смену своим родителям. У меня в прошлом году внучка тут поработала, летом трапка щипала. До сих пор она мне пишет. Я проезжал из папы мимо любимого завода. Уже любимый завод у них стал. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы наш завод для вас тоже стал любимым заводом. Второй самой интересной частью посещения движков стала экскурсия по производству. Детям показали, как собирают двигатели В8 и Р6. И даже как испытывают двигатели. Потом заглянули в учебно-технологический комплекс, а также на рабочие места родителей. Александр Зеленков – водитель погрузчика. Его супруга Екатерина – машинист насосных установок. Их дети впервые увидели воочию, чем на работе занимаются их родители. Вот сюда мы с ней отправляем. Потом мы его собираем. Сюда вот идем, сходим, комплектовать. Комплектуем, отправляем на автомобильный завод. Там уже его ставят в КАМАЗ. И он – все. Довольно получается. Один из лучших плотников движков Сергей Сметанин с гордостью показывает сыну Глебу и дочке Ксении место своей работы. А это сразу весь завод. Если требуется отремонтировать что-то в подземном переходе, забор поправить или обшить бытовое помещение, то обращаются к нему и его бригаде. Как гордость показать, чтобы видели, каким трудом достаются деньги и все остальное детям, чтобы ценили, уважали родителей. Я представлял то, что здесь много КАМАЗов, то, что здесь двигатели сами все делают. Мне папа очень много всего рассказывал про этот завод. Вот пришло мне очень интересно было посмотреть, как, что тут есть. Вот узнал что-то новое. Было интересно очень. Ребята остались довольны. Завод покидали с массой впечатлений и новой информацией о КАМАЗе, обещая в следующем году непременно прийти снова. Ксения Чернильцева, Роман Гейтман, Вести КАМАЗа. Ну а для старшеклассников лето началось с адреналина. В хорошем смысле этого слова. Победители интеллектуальной игры «Техногород» получили главный приз – поездку на боевом грузовике команды «КамАЗ-мастер». Заезды прошли на автодроме «Вираж». Об эмоциях и впечатлениях наш следующий сюжет. Пилот команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов проводит проверку своего боевого грузовика перед заездами. Катать гостей ему и прежде приходилось. Но когда в машине дети, это совсем другая ответственность и эмоции. Все супер, погода отличная. Трасса сухая и интересная. Детям очень понравилось. С детьми интересно то, что у них, наверное, больше таких необычных вопросов. Взрослый вроде как уже так, мозг такой уже сформировался, уже знает четко, что спрашивает. А дети, они немножко распущены в этом, как бы в хорошем смысле. Вот они. Первые метры внутри боевого грузовика для учеников 30-й школы. И сразу же ускорение. Спуски, подъемы, быстрые, прямые. А на десерт – прыжок с трамплина. Когда ты впервые испытываешь подобные эмоции, то трудно сразу подобрать слова. Да это с ума сойти просто. Едешь, автомобиль – это прям настоящий монстр. То есть, когда трамплины, когда какие-то резкие спуски, сразу все внутренности у тебя переходят по траектории какой-то. Ты едешь просто взлеты, какие-то падения, как будто не на автомобиле, а действительно на самолете или что-то таком, я не знаю. Просто язык заплетается, конечно, но очень-очень круто. И действительно того стоило бы. Да, очень страшно, очень сильные впечатления. Именно когда прыгали вот в данный участок пути, спуск был очень страшный. Всего 8 учеников школы номер 30 смогли прокатиться внутри спортивного КАМАЗа. Все они победители интеллектуальной игры «Техногород». Ради этих эмоций они прошли три тура игры. Причем в каждом одержали победу. Просто супер. Всем советую. Это лучшее, что произошло со мной. Каникулы начинаются вот так. Все еще дрожу. Было очень классно. Эмоции ребята запомнят на всю жизнь. В следующем году порцию гоночного адреналина получат уже другие школьники. А пилоты из КАМАЗ-мастера будут только рады сделать еще несколько детей более счастливыми. Константин Величко, Роман Гейтман. Вести КАМАЗа. Ну а чтобы и дальше оставаться в курсе событий, не пропустите следующий выпуск «Вестей КАМАЗа». Обо всем, что узнаем, расскажем 13 июня. День будет выходной, но наша встреча состоится строго по расписанию. Телеканал Чулны ТВ, 18.00. На этом мы, Ксения Чернильцева. И, Павел Михно, с вами прощаемся. Всего доброго. И берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»